Провинившись перед Мариной, прошу, только не по лицу, мне им работать. Павел Зибров Павел Зибров решил очень оригинально отметить 25-летие совместной жизни с женой Мариной. Народный артист предподнес любимое кольцо и снова попросил ее руки. Свой ответ Марина Владимировна обещала озвучить в день празднования их серебряной свадьбы 25 августа. В этот же день супруга Зиброва и по совместительству его директор отметит 60-летний юбилей. Праздновать будут с размахом в одном из загородных ресторанов, где соберутся родные и друзья, пары. Марина заявила, или мы расписываемся, или до свидания. Подготовка идет полным ходом. Собираюсь сделать любимой Марине сюрпризы и очень волнуюсь, признался фактом Павел Зибров. Равно 25 лет назад мы в день ее рождения расписались. Специально к юбилею сочинила романтическую песню. Сейчас еду на студию записывать ее. Это будет мой подарок Марине. Еще заказал для любимой красивый билборд. Надеюсь, она будет приятно удивлена. 25 лет мы прожили в любви и счастье. И еще минимум 25 просить ее руки. Кто был инициатором праздника? Это придумала наша дочь Джиана, которая занимается подготовкой и сценарием. Она предложила устроить церемонию и стать ее ведущей. Я купил новые обручальные кольца. Марина выбрала красивое платье Виталии. Я надену белый костюм. Будет арка из живых цветов. Дорожка. Хочется, чтобы все было красиво и романтично. Внучка наших друзей, ангелочек в белом платье, будет выносить нам кольца. Дресс-код мероприятия. Одежда светлых тонов. Помните, как делали предложение Марине 25 лет назад? Тогда она меня потолкнула. Мы уже примерно год жили вместе, как семья. И меня все устраивало. А ее нет. У Марины был взрослый сын. Она хотела настоящую семью, а не приходящего и уходящего дядю. Как-то спросила меня. Ты так собираешься дальше жить? Нормально, как и раньше. Разве у нас какие-то проблемы? Удивился я. Марина посмотрела на Голосиевский ЗАГС, который был вытян из окна квартиры и заявила. Решай, или мы расписываемся, или до свидания. Мне очень не хотелось с двумя чемоданчиками возвращаться в Нобеличи. И мы пошли в ЗАГС. Естественно, там была очередь на 2-3 месяца вперед. Но я договорился. И нас расписали как раз в день рождения Марины. Прямо в кабинете заведующей. Там было стационарное радио. И я позвонил своей знакомой, ведущей Тоне Медведевой. Она вела программу, в которой слушать телезаказывали песни. И попросил поставить мою новую композицию. Я хочу тебя окохать. Только мы поставили подписи, ведущая говорит мне по радио. Дорогие друзья, сегодня женится популярный певец и композитор Павел Зибру. Для его любимой жены Марины звучит новая песня. Поздравляем молодых! Марина была потрясена до глубины души. Свадьбу тогда как гуляли. Пригласили друзей в ресторан Киев на день рождения Марины. Гости произносили тост и поздравляли. А потом слово взял я и объявил, что мы официально стали мужем и женой. Иногда жена называет меня любимым бабником. В чем секрет вашей счастливой семейной жизни? Мы многое пережили. Сейчас я пришел к выводу, что всегда нужно сохранять чувство юмора и избегать пафоса. И всего он опускнул. С самого начала наши отношения складывались так, что мы могли подшутить друг над другом, иногда разыграть, подколоть. Мы не боимся быть смешными. Юмор помогает решать мелкие конфликтные ситуации. В сердце у меня всегда только одна женщина. Моя Марина, которой посвящаю свои песни, признается Павел Зибру. Вы мужчина известный, видный. Марина не ревнует вас к поклонницам. Она уже привыкла. Я люблю женщин. Это правда. Мне нравится говорить им комплименты, радовать женщин, создавать хорошее настроение. Всегда обниму поклонницу. Сфотографирую с ней. Это же так просто для меня. А для человека счастье. Делаю это искренне. Пока есть мои любимые женщины, существует артист Павел Зибру. Без них не будет и меня на сцене. Я открыт со своей публикой. Наверное, за это меня и любят. А в сердце всегда только одна женщина. Моя Марина, которой посвящаю свои песни. Марина меня знает и понимает, как никто другой. Иногда называют любимым бабником. Если провинюсь в чем-то, всегда признаю это. Подставляю ей спину и пятую точку. И прошу. Только не по лицу. В ней еще не работать. Смеется. Важно дать жене возможность выпустить пар. Мы стараемся сразу решить все проблемы, а не откладывать на потом. По полгода выясняя отношения со скандалами. Мамка, так и называю Марину, очень мудрая женщина. Она мне и мамка, и нянька, и жена, и муза, и директор, и подруга. Марина активно вовлечена в творческий процесс. Проботала почти над всеми моими клипами и становилась их героиней. Очень важно научиться дружить со своими вторыми половинками. Неужели у вас не возникает разногласий? Еще как! Можем спорить на творческой почве. Настоящие баталии между нами разгорелись вокруг песни «Женщина любимая», слова которой написал Николай Щур. Я создал мелодию и первым делом, как всегда, показал Марине. А ей не до этого. У нас только родилась Дианка. Жена просит уделить внимание дочке. В общем, слово за слово, и Марина высказала все, что бы мне думать, указав траекторию движения. Я обиделся. Тяпнул на кухне стакан коньяка и всю ночь просидел за инструментом, работая над мелодией. А утром показал ей готовую песню. У нее стояли слезы в глазах. Павел Зибров родился 22 июня 1957 года в селе Червоное в семье болгарина Николая Ивановича Зиброва. Умер в 1964 году и полуукраинке, получешке Анна Кирилловна Зибровой. Мать работала учительницей. Отец был мастером на все руки. Павел закончит музыкальную спецшколу-интернат имени Лисенко в Киеве. А его брат Владимир Зибров – Московское военное музыкальное училище. В 1981 году окончил оркестровый факультет Киевской консерватории имени Чайковского. А в 1992 году – вокальный факультет. В 1986-1993 годах – солист Государственного эстрадно-симфонического оркестра УССР. В 1992 году Павел Зиброва было присвоено звание «Заслуженного артиста Украины». А 26 декабря 1996 года музыкал стал народным артистом Украины. С 1994 года директор, художественный руководитель театра песни Павла Зиброва. Предподаватель кафедры эстрадного пения в Киевском национальном университете культуры и искусств. Украинский эстрадный певец Павел Зибров стал новым героем шоу «Слава плюс», которое выходит на «Люкс.ФМ». В частности, Зибров в интервью со Славой Деминым поделился пикантными подробностями из своей концертной жизни. Павел Николаевич рассказал, что встречал много неформальных фанатов, которые врываются в дюймёрк и следят возле дома. Певец отметил, что они есть у каждого популярного артиста. «Бывает такое, что сидит девушка такая красивая на концерте в первом ряду, а потом ножками такая раз, а у неё трусом нет, и ты должен петь песню о любви, а всё равно смотришь туда», – поделился Зибров. По мнению артиста, такие фанатки очень отвлекаются от работы, поэтому он просит, чтобы их выводили из зала. В преддвертии старта прямых эфиров шоу «Танцы зеркамы-2018», каждый его участие проводит по несколько часов в дне в зал, разучивая разные танцевальные движения, чтобы как можно лучше показать себя на главном паркете страны. Народный артист Украины Павел Зибров также сменил свой привычный распорядок дня, о чём сообщила лично на своём странице в Instagram. Певец опубликовал фотографии, на которой позирует у балетного станка, демонстрируя свою растяжку. «Вивсянка, виджаймане и танцевальный па. Само так начинается ранок зиберба», – поделился Зибров. «Вивсянка, виджаймане и танцерская диапазона» «Виджаймане и танцевальный па. Само так желаем!» «Цинарка» «Танцы вирма»